Детский сад 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 От 10 до 20% сократили денежное содержание госслужащим и лицам, замещающим госдолжности, в том числе губернатору, а также примерно на 10% их численность. В 2017 году расходная часть бюджета НАУ на содержание органов власти сокращена на 10%. Округ сформирует запрос на целевые места в вузах по востребованным в регионе специальностям на ближайшие 5 лет. Согласно федеральному законодательству, выпускники смогут получить профессиональное образование за счет государства не только по результатам ЕГЭ, но и при наличии договора о целевом обучении с будущим работодателем. Целевую подготовку специалистов за счет федерального или регионального бюджета вузы проводят только для тех предприятий, которые находятся в собственности государства. В качестве работодателя договор на такую подготовку специалиста могут заключать и профильные департаменты, органы местного самоуправления с последующим трудоустройством в подведомственных предприятиях, организациях или учреждениях. Существенное условие договора о целевом обучении – поддержка студента. Будущий работодатель обязан организовать учебную, производственную и преддипломную практики, а также трудоустроить выпускника по профессии. В настоящее время выпускники, которые планируют поступить на целевое место в 2017 году, должны выбрать для себя потенциального работодателя, заключить договор и до 15 февраля представить документ в Департамент образования, культуры и спорта округа. В 2016 году по очной форме обучения на целевые места в вузы страны зачислены 11 выпускников школ Ненецкого округа. Практически все квоты, выделенные НАУ, были предусмотрены для подготовки будущих врачей и учителей. Образование получили, а что делать дальше? Раз в несколько лет профессиональные образовательные организации региона выпускают на рынок труда специалистов начального и среднего звена для работы в различных сферах деятельности. Так, из стен Ненецкого профессионального училища вышли водители, автомеханики, операторы по ремонту скважин, повара и другие дипломированные специалисты. Всего 98 человек. Какие вакансии сегодня может предложить им округ и как выглядят кривые спросы и предложения? В вопросах трудоустройства разбиралась Ирина Цепетова. Когда диплом уже на руках, а впереди взрослая жизнь и необходимо самостоятельно решать вопросы собственного трудоустройства, становится немного страшным, испытанным на себе. Однако не стоит впадать в панику. Рынок труда – это не минное поле, а вполне благодатная почва. Викторию Червинскую, молодого повара-кондитера, вопросы трудоустройства не пугали. Рабочее место само нашло девушку. Специалист приглянулся о вести сервис компании по оказанию услуг в организации общественного питания на нефтепромыслах. Главное же себя показать на практике, а потом уже будут сами предлагать идти куда работать. Поэтому не страшно было. Сокурсница Виктория Вероника после учебы отправилась в родной поселок. Работа на селе тоже есть. А я хочу постараться устроиться у нас там в Харивере, в пекарне. Там нужен кондитер. По словам директора Ненецкого профессионального училища Ивана Хозяинова, от 10 до 15 нынешних выпускников заявили о том, что не хотят останавливаться на достигнутом и желают продолжить обучение. Более 30 сегодня рассматривают предложение о работе. Порядка 10 человек на момент выпуска уже имели трудовые книжки. Часть ребят уже работала в период учебы. Поэтому они с нетерпением ждали, когда им выдадут диплом и им нужно было идти на смену. В общем-то, и менять место работы пока не собираются. Часть из них, конечно, работает не по специальности, но тем не менее, в группе автомехаников как раз тот уникальный случай, когда порядка половины группы уже имеет работу. Уже имеет работу, разумеется, часть не по специальности. Что касается профессии повар-кондитер, то 4 человека из села уже на работе буквально. И девочка, которая бывшая студентка, с вами общалась, она как раз одна пока давала согласие на поездку на вахту. Конечно, большая часть выпускников училища сейчас находится в поисках работы. С момента вручения дипломов прошло 10 дней. За этот период 11 молодых специалистов обратились в Центр занятости. На учёт по безработице встали пять операторов по капитальному ремонту скважин, четверо наладчиков аппаратного и программного обеспечения, два автомеханика. По словам директора Центра занятости населения НАУ Ольги Кузьминой, на сегодняшний день учреждение может предложить выпускникам НПУ только вакансий поваров, водителей и автомехаников. Впрочем, всему своё время. В прошлом году работодатели региона предъявляли спрос на каменщиков, маляров, штукатуров, программистов, системных администраторов, специалистов для работы в нефтяной сфере и специалистов других профессий. По словам Ольги Кузьминой, спрос на рынке труда неизменно есть. Проблема долгого поиска работы зачастую кроется только в отсутствии опыта и дополнительных компетенций, допусков, разрядов у выпускников образовательных организаций региона. Проблема-то действительно для молодёжи – это отсутствие опыта. Вот водитель автомобиля, конечно, это как раз та профессия, по которой работодатель заявляет опыт. Общаясь с работодателями, мы, конечно, обращаем на это внимание, просим, чтобы они дали возможность, предоставили возможность молодым людям поработать. Но вот работа, связанная с обустройством месторождений, с дорожным строительством в сфере нефтяной и газовой нашей промышленности, она ведь связана с определёнными рисками, условия работы опасные. И поэтому работодатели в этой части беспокоятся и хотят получать уже опытного работника. Вместе с тем, молодым надо получать где-то опыт. Поэтому программные мероприятия направлены на то, чтобы ребята получили опыт. Чтобы помочь выпускникам без опыта работы трудоустроиться в регионе, Центр занятости населения НАУ реализует различные программы. Как для работодателей, например, компенсация средств, затраченных на выплату заработной платы сотрудникам от 18 до 20 лет, впервые ищущим работу, так и для самих соискателей. В Центре занятости можно получить информацию о программах переобучения, получении дополнительных навыков и компетенций. Так, на 2017 год запланировано обучение по специальности машинист-погрузчик. Для успешного трудоустройства порой недостаточно просто получить образование. Необходимо уметь подстраиваться, подменяющиеся запросы рынка труда, получать дополнительные навыки и компетенции. Работодателям делать скидку на молодость и отсутствие опыта. Ирина Цепитова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Внеплановые каникулы дали положительный результат. Уровень заболеваемости ОРВИ в Ненецком округе продолжает снижаться. Электронные взаимодействия. Записаться на прием к врачу теперь можно и на портале госуслуг. Уровень заболеваемости ОРВИ в Ненецком округе продолжает снижаться. По данным мониторинга окружного распотребнадзора, меньше всего на прошедшей неделе болели младенцы до 2 лет и дети от 7 до 14 лет. Тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди школьников проявилась на прошедшей неделе и обусловлена введением ранее в регионе внеплановых каникул. Как сообщают в Департаменте образования, культуры и спорта округа, сейчас практически во всех образовательных учреждениях региона воспитательный и образовательный процесс идет в полном объеме. На карантине остаются только детский сад поселка Красное и три группы детских садов деревни Лабужская, поселка Хривер и городского Теремка. В целом в Неницком округе во второй неделе февраля зарегистрировано 542 случаев острых респираторно-вирусных инфекций, в том числе 345 у детей. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. Записать своего ребенка, родственника или знакомого к врачу, не выходя из дома, а также вызвать врача на дом – все это стало возможным благодаря единому порталу госуслуг. Это очередной шаг по развитию информационных технологий, который в перспективе позволит создать единое информационное поле в здравоохранении, и упростит пациентам процедуру получения медицинских услуг. Как ноу-хау работает на деле, выясняла наш корреспондент Елена Семеновичева. Наверное, каждый из нас хоть раз сталкивался с тем, что бывает сложно дозвониться в поликлинику и записаться на прием к специалисту, а тем более выбрать удобные для себя дату и время. Гораздо проще и удобнее для этих целей использовать электронную услугу, запись на прием к врачу. Такая возможность теперь появилась и на портале госуслуг. Для того, чтобы записаться на сайте госуслуг на прием к врачу или вызвать врача на дом, пакет документов, как всегда, стандартный. Паспорт, полис ОМС, СНИЛС для детей свидетельства о рождении. При заполнении полей, которые необходимо, чтобы получить эту услугу, они заносятся либо автоматически, если уже гражданин зарегистрировал на портале госуслуг, либо это нужно сделать однократно, когда гражданин регистрируется на портале. Там достаточно просто все пошагово расписано, что нужно нажать, какую кнопку, чтобы попасть на этот сайт и как записаться ко врачу. Когда добирается гражданин до момента, когда он выбирает специалиста, выбирает специалиста и там выходят поля, какое время у врача свободно и на какой день. То есть здесь тоже очень удобно, я считаю, что гражданин может выбрать время посещения врача, то, которое ему удобно. То есть посетить своим графиком, если он работающий, либо если не с кем оставить ребенка, то под график няни или родственник, которые за ребенком ухаживают. Все очень просто, доступно. Вот я сама пробовала записаться, у меня все получилось. Мы тоже решили попробовать записаться к специалисту, но в оперативном порядке у нас это сделать не получилось, так как необходимо прикрепиться к медицинской организации, а для этого необходимо обращаться в регистратуру. Поэтому записываемся по уже отработанной схеме через сайт «Доктор 83», который, к слову сказать, пользуется особой популярностью у жителей округа. Выбираем самый ближайший визит, отправляемся к эндокринологу. Я, как обычный человек, записалась на прием, у меня в 15.50 явочка. К эндокринологу. Мои документы. Возьмите, пожалуйста, а то сейчас мы уже опоздаем, у нас сейчас уже прием. Потратив немного времени в регистратуре, отправляемся на прием. Здравствуйте. Смотрим, время у нас 59 минут, кабинет все еще занят. Будем ждать. Пока ждем, спрашиваем у пациентов, как часто они сталкиваются с подобной ситуацией. А вот скажите, вы пришли к своему времени назначенному. Было ли такое, что вы не попадаете в назначенное время, или вообще какие-то проблемы у вас вызвали? Ну, было, что ждал. Еще минут 20-30 было. Это к какому специалисту? Это к терапевту. А вы уточняли, почему так, что у вас время назначено, а вы не попали? Ну, я не уточнял. Просто посидел, подождал и потом зашел. А подскажите, у вас на какое время был уталон? Меня 15.30. А вы попали во сколько? Только сейчас зашел. Только сейчас? А вы ждали своего талончика или что? Почему вы попали? Так, очередь так проходила. А перед вами сколько было на розы, когда вы пришли? Три человека сидело. У вас, то есть, был талончик на 15.30? Да. А попали вы? Только сейчас. Только сейчас. Да, пять дней назад. Нам повезло гораздо больше ждать. Нам пришлось всего пару минут. Спросим у доктора, с чем вызваны такие задержки. От приема не должны по 10 минут идти. Прием идет по 15 минут. То есть, я даю больше талонов, для того, чтобы людей больше прошло. Есть больные с сахарным диабетом, они вообще принимаются по 20 минут в среднее европейское время. А у нас по 10 минут. Да как я могу успеть? Если мне надо записать, выслушать жалобы, посмотреть, прослушать, ноги посмотреть. Профессор у нас принимает одного пациента целый час. Для того, чтобы народу больше шло, я вот так вот принимаю по 10 минут, естественно. У вас пять минут принимать можно, у вас все хорошо, как медосмотр пройдет. А больную с диабетом, ему можно и полчаса принимать. Доктор поясняет, на такие меры идут исключительно для удобства пациентов. В противном случае своего приема можно ожидать около двух недель. А так, хоть и придется немного подождать, но на прием попадут все желающие. Даже те, у кого талончика не было вовсе. Естественно, мы всегда-всегда принимаем. Мы принимаем из искателей, из села, хотя они к нам не подлежат, определенные села. Искатель свой там есть, но идут, принимаем. Хоть нам и пришлось немного подождать, но плюсы действительно очевидны. Не отходя от своего рабочего компьютера буквально за три минуты, нам удалось записаться к довольно узкому специалисту. Конечно, могут возникнуть трудности с более востребованными докторами, терапевтом и педиатром. Но если продумать свой визит заблаговременно, то проблем с Талоном возникнуть не должно. Елена Семеновичева, Антон Водряков, телеканал «Север». Могут ли мужчины сделать комплимент незнакомой девушке? В День Святого Валентина мы решили провести необычный эксперимент. Какой, расскажем прямо сейчас. Сегодня во всем мире отмечается один из самых романтичных праздников, который исправляют любящие пары – День Святого Валентина. Другое его название – День всех влюбленных. Они в этот день дарят друг другу открытки, валентинки, конфеты, цветы, игрушки, подделки, воздушные шары. И менее важным атрибутом праздника являются комплименты. А вот умеют ли их делать северные мужчины, мы решили проверить в нашем эксперименте. И отправились на улицы города, пригласив к участию в нем нашу коллегу Татьяну Поздееву. Татьяна, мы предлагаем вам поучаствовать в нашем эксперименте и испытать наших мужчин. Для этого нам надо будет выйти на улицу и предложить им буквально сходу сказать вам пару приятных слов. Как вы на это смотрите? Прекрасно, давайте попробуем. Ну тогда давайте для начала немножко наведем красоту. Пойдемте. Пара легких движений кистью, тушь, помада – и наша героиня готова. Эксперимент проводим в обеденное время. На улицах города оживленно, поэтому далеко ходить за комплиментами не пришлось. Вы могли бы вот не постесняться и девушке, незнакомой на улице, подойти и сказать комплимент? Почему бы нет? Давайте попробуем. Вы очень прекрасно выглядите. А вы мне сразу же, да? Да, а я вам сразу же. А у нас вот еще, смотрите, какая стоит. И вы тоже очень прекрасно выглядите. Девушка встретится, так сразу же скажу. А вот она и встретилась. Смотрите, какая замечательная. Здрасте, всего вам хорошего. Спасибо. Может быть, комплимент какой-то скажете? Ну, море любви, конечно. Прекрасного здоровья. Свести вот как сегодня всю жизнь. А вот тебе не слабо было бы подойти к девушке, ну так вот первой встречной на улице, к незнакомой, и сказать ей какой-то комплимент? Да нет. Давай попробуем. Можно мне на время идти? Давай каратенечко. Вот смотри, у нас есть девушка такая стоит замечательная, хорошая. Давай попробуем к ней подойти, и буквально прямо как что видишь, то и говоришь, хорошо? Давай попробуем. У нас такая прекрасная улыбка. Спасибо. Впрочем, такими щедрыми на комплименты для нашей героини и незнакомки для участников эксперимента оказались не все. Кто-то стесняется, а кому-то статус не позволяет. Ну, человек, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вы знаете, какой сегодня праздник? Какой? День влюбленных седу заступил. Ага. А скажите, а вам не слабо было бы подойти к девушке первой встречной и сказать ей какой-то комплимент? А почему слабо? Вы бы стеснялись? Стеснялись. Я уже с детьми года пришел. Ну, только у меня есть супруга, и это ей буду говорить. А что вы бы супруге сказали, поздравьте? Ну, я поздравил уже. А что вы ей сказали? Можете поделить? Люблю, целую, понимаю. Почему нет? Зачем комплименты просто раздавать? У меня жена есть. А жене тогда скажите, что бы вы ей сказали? Оксана, я тебя очень сильно люблю. А какая она, Оксана? Красивая, замечательная, добрая. За 15 минут эксперимента комплиментами нашу героиню не засыпали, но хорошее настроение подарили это точно. Ну, я чувствовала себя достаточно глупо. Комплименты, ну, я считаю, что комплименты, наверное, нужно говорить как-то естественно, и не надо их вымучивать, выпрашивать у мужчин. И очень хотелось бы, чтобы они появлялись в нашей жизни, ну, как-то естественно, их было больше. И я бы хотела, чтобы мужчины не стеснялись это делать. Нам это очень приятно, всем без исключения. Мы тоже желаем всем говорить как можно чаще приятные слова друг другу, а тем более в такой романтичный праздник. Мы даем вам такую возможность признаться друг другу в любви. Ты меня любишь? Я тебя люблю. Елена Семеновичева, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Его адрес www.trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова